Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В нашей прошлой передаче мы начали очень сложный диалог. Диалог о патриотизме и о отношении Церкви к государству. Ввиду того, что к этой теме, к этому вопросу нельзя, наверное, в три прискока прискакать, в прошлой передаче мы поговорили как-то обобщенно о том, какие есть две точки воззрения на Церковь и какие есть точки зрения на свою гражданскую позицию у участника Церкви. А вот сегодня мы поговорим, продолжим наш диалог с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! И поговорим мы в первую очередь, наверное, вот то, о чем мы говорили с вами в прошлой передаче, анонсировали. Поговорим о плюсах и минусах рассмотрения Церкви как социального института. Ну, давайте начнем, наверное, в первую очередь с минусов, чтобы нам плюсами закончить. Или с плюсов, как хотите. Можно, как бы, да, попробовать с плюсов. То есть, если мы рассматриваем Церковь как социальный институт, во-первых, нам она становится понятной, более или менее. То есть, мы видим границы Церкви, это те люди, которые ходят в храм, те люди, которые носят крестики, условно говоря, те люди, которые общаются со священнослужителем. Мы видим иерархию Церкви в лице тех же священников, диаконов, епископов, патриарха. Соответственно, мы знаем, с кем договариваться. Ну, я сейчас выступаю от лица, видимо, государственной власти. То есть, какие плюсы для государственной власти, когда мы ассоциируем Церковь только лишь с социальным институтом. И, соответственно, есть с кем поговорить, есть с кем договориться, какие-то идеи, может быть, обсудить, какие-то совместные проекты наладить. Соответственно, мы ожидаем некую социальную пользу от участия Церкви в жизни общества. Так же, как, например, я не знаю, там, открывая дома престарелых или открывая детские центры учебные, государство рассчитывает на то, что там уровень преступности будет снижен, социальная напряженность понизится. Значит, люди в целом будут более довольны жизнью, более радостные какие-то, менее тревожные. Они будут более оптимистично глядеть в будущее и строить это будущее все вместе. И, соответственно, Церковь, как один из институтов общества, будет во всем этом государству помогать. Какие-то трудные времена переживать. Вот сейчас у нас кризис. Заметно стало, как бы, как продукты какие-то ушли, там, может быть, с прилавков. Какие-то подорожали значительно. Социальный настрой, он, как бы, более тревожный стал. Люди переживают. Вот пенсионеры у нас тут отменили какие-то выплаты. Они митингуют постоянно. И это, как бы, плюсы, наверное, предполагаемые. Но тут же мы из этих плюсов можем и минусы, как бы, вычленять потихонечку. Потому что, как оказывается, что, вот, ну, для части какое-то значительное общество Церковь не может, как бы, служить утешением. Потому что этому обществу важнее покушать. Этому обществу важнее, там, ну, какие-то другие интересы. Мы видим, что, ну, как бы, эта система не работает, как шестеренки. Что, вот, мы тут повернули, и тут повернулось. Мы видим, что система намного сложнее. Соответственно, минус для Церкви, когда государство и люди смотрят на нее лишь как на социальный инструмент, в том, что они не видят Церкви. Потому что, если Церковь — это тело Христово, то это невидимый богочеловеческий организм. И приравнивать его до, ну, даже до какого-то общественного объединения, это значит, что отсекать что? Христа. Голову. Отсекать голову, да, потому что апостол Павел, говорит, вы — тело Христово, а голова — Христос. Значит, если мы видим только тело, а голову мы не видим, и, значит, если это только социальный институт, значит, это только тело. Ну, а тело без головы — это бездыханный труп. Соответственно, труп не может быть социально полезен обществу. То есть, когда мы теряем, когда человек в Церкви думает, что он туда ходит только для того, чтобы быть здоровее, чтобы быть более социально активным, чтобы быть более социально успешным, для того, чтобы приносить больше прибыли и себе, и государству, для того, чтобы там, ну, коммуникативные какие-то свои особенности, для того, чтобы просто ему не тряк тревожным и страшным было жить, то этот человек ошибается. Потому что церковь не про это. И, соответственно, вред для государства в том, что государство не получает желаемых результатов, государство начинает... Я прошу прощения, что перебиваю. Вообще должна церковь интересоваться, что выгодно для государства? Вот, на мой взгляд, церкви по-хорошему... Не то, что... Я сейчас рассматриваю государство не как отчизну и отечество, а государство как, опять же, инструмент, институт власти. То есть это конкретно Дума, президент, чиновники и так далее. На мой взгляд, церкви должны быть вообще безразличны конкретно, то есть государство от этого ликует или нет. Потому что, на мой взгляд, опять же, тут тоже надо, наверное, для наших телезрителей пояснить, что Христос не принес новой политики и Христос не принес новой этики. Христос принес себя. И поэтому во многих вещах мы остаемся, к счастью, свободными решать нам так, как хотим решать. С другой стороны, к большому сожалению, мы остаемся свободными. Потому что приходится некоторые вопросы, настраивая чуткость, о чем мы говорили в прошлый раз, чуткость своего слуха, многие вопросы решать самому. А как бы это было бы угодно Христу? Так вот, вопрос, конечно, этой соотнесенности, наверное, это вопрос частного мнения, поэтому мы сегодня, так же, как и в прошлой нашей передаче, и, наверное, в следующей, мы будем говорить как частные лица, то есть частные священники, которые как-то для себя это пытаются разобрать. Ну, а тем, кто нас смотрит, может быть, присоединится или не присоединится к нам. Так вот, мне так кажется, мне так кажется, что церкви должно быть все равно. Ну, это если смотреть с этого полюса, с полюса урана политизма. Нет, обслуживает ли она институт государства? Должна ли она обслуживать? Я тоже вот из личных встреч, что называется, приведу пример. Недавно, гуляя по парку Гагарина, там есть у меня одно местечко, где я люблю пить кофе, и вот тот человек, который кофе готовит, он знает, что я священник. И вдруг ни с того ни с сего он начинает вот этот вот очень серьезный разговор. Так получается, религия — это всего лишь инструмент контроля над человеком. Мы долго с ним на эту тему беседовали. И вот в этой ситуации, когда, например, церковь начинает обслуживать интересы государства, именно, еще раз говорю, именно не отчизны, да, то есть укреплять здоровье нации, укреплять ее морально-нравственный облик, образовывать ее как образ и подобие Божие, а именно институт власти, вот, государства, то в этой ситуации, может, прав этот человек, может, действительно мы тогда становимся, ну, неким рычагом, который государство использует? Нет, ну вот смотрите, вы даже формулируете, для меня эти два понятия одно и то же. То есть укреплять здоровье нации — это и есть, как бы, выполнять госзаказ, грубо говоря. Вы действительно думаете, что у государства есть заказ на то, чтобы нация была здорова? Это экономически, скажем, положительно отзывается. Потому что если здоровье нации укрепляется, значит, снижаются расходы на медицину, снижаются расходы еще на какие-то вещи и повышается... Есть у меня ощущение, что государству-то как раз это и не нужно. Вы посмотрите, выйдите в город, вы посмотрите, увидите, что у нас самые популярные места — это аптеки, супермаркеты. Ну, с другой стороны, да. Ну, это очень тонкие, как бы, мы в экономике, я думаю, сейчас увязнем. Но на самом деле это мы рассматриваем одну из крайностей, надо вспомнить, что церковь на самом деле в эти границы не влазит. Поэтому если только эту крайность рассматривать, что церковь — это государственный институт общества, то мы неизбежно вот к таким коллизиям приходим, к таким выводам парадоксальным, ну, потому что мы рассматриваем труп. А когда труп рассматриваешь, конечно, там много нелицепрятных вещей оттуда может вылезти, потому что это уже не живое, потому что Христа тут нет. Мы только видим какие-то социальные функции, какие-то социальные полезности. И я недавно такой пост в ВКонтакте прочитал, прям чей-то крик души, перестаньте рекламировать церковь, что церковь — это социально полезное, что церковь — это социальное, как бы, благо для общества, потому что вы людей обманываете тем самым. Ну, потому что если мы будем людям говорить, что церковь для этого, чтобы быть здоровее, чтобы быть сильнее и успешнее, человек придет и разочаруется, потому что он не станет здоровее, и не станет он, может быть, успешней, и тогда для него церковь закроется навсегда. И это страшно, на самом деле. То есть это из минусов. Это из минусов для государства в том, что церковь не может это делать, потому что это не явная связь. Конечно, человек, который занимается духовной жизнью, он все равно, конечно, менее тревожен, по моему ощущению, потому что я до того, как переступил церковный порог, психологически был более тревожной личностью, мне вообще жить было очень страшно. И церковь и вера во Христа, она дает некий фундамент человеческой личности, чтобы начать строить, или попытаться хотя бы начать строить. Но это, можно сказать, второстепенные какие-то последствия, каких-то более важных вещей, которые внутри меня, как верующего человека, происходят. А для церковь минус еще более болезненный, еще более губительный. Потому что если церковь в лице иерархов, в лице священников соглашается... Ну, то есть, опять, государство для меня – это не вот какая-то там верхушка власти, потому что это иллюзия, что один человек или два, или десять могут управлять такой огромной стороной, такой огромной территорией. То есть здесь заключаются тоже некие таинственные взаимодействия между человеческим организмом как целым. И, соответственно, если, опять-таки, мы берем, вот, например, иерарха какого-то или священника, вот настоятель там Самарского прихода, например, батюшка, он же может на своем уровне взаимодействовать с главой района, например, городского. Он может какие-то вещи как бы пытаться там совместно делать. И тут нет ничего плохого. Потому что он как гражданин, он в этом районе живет. Он как гражданин тоже взаимодействует с другими людьми. Но как батюшка он предстоит престолу в церкви. И уже по-другому как бы это взаимодействие происходит. Но если он спутает эти миры и спутает эти функции и скажет, что церковь, она только для этого, он свою пасту погубит. Ну, или кого-то введет в заблуждение. Кто-то, кто более стойкий, он пройдет через эти рифы. А кто-то разобьется и скажет, что у меня прихожанка на 113-м была. Она говорит, а я вот каялась, мне не помогло. У нее тяжелые социальные условия, у нее дом там не достроен, вот никак там не получается до конца это все завершить. А я пойду вот к колдуну схожу, а вдруг на мне порча. А почему? А потому что вы, батюшка, вот говорили мне, что надо каяться и причащаться. Я это делал, а мне не помогло. Потому что, значит, батюшка плохой, значит, батюшка не объяснил, для чего это. Значит, батюшка сам как-то не до конца прочувствовал ситуацию человека и не сказал, что ему на самом деле. Для чего ему это надо делать? Не для того, чтобы дом построился, не для того, чтобы богатый жених появился, а для того, чтобы с Богом свою душу умереть, понять, куда вообще, для чего я живу, зачем я это двигаю, зачем мне этот дом, зачем мне все это бог дает, для того, чтобы привести к покаянию. Соответственно, объясняя это только социальным каким-то пользой, мы человека вводим в заблуждение, он разочаровывается, уходит из церкви. Вот это рассмотрение, я думаю, вот такое. Но в Ветхом Завете это было более органично, потому что на самом деле Ветхозаветный Израиль, он был и религиозным общиной, и государством. И мы знаем, там тоже не все гладко было, не все люди были верующими, много было просто религиозных людей, которые исполняли определенный культ, не меняя своего сердца. И Господь очень жестко к таким людям обращается. То есть это, наверное, как раз и есть такая позиция гражданина, ну в чем-то она схожа с коммунистической идеологией, когда человек приходит в церковь, потому что мои деды тут были, потому что мои прадеды тут были, потому что так нужно, чтобы быть добропорядочным гражданином, я должен посещать храм один раз в месяц, например, чтобы поставить свечку. Вот к таким людям Господь в Ветхом Завете обращался, что он говорил о том, что мне не нужны ваши жертвы. Вы приносите жертву, а у вас в душе грязь и беззаконие. Вы возносите свои молитвы, но вы своего сердца не хотите исправить. Я, говорит, тягощусь вашими праздниками, они мне противны. Мне не нужны ваши жертвы. Я не ем валов и козлов, и кровь не пью. Соответственно, все то же самое Господь может сказать и нам. Мне не нужны ваши свечи, ваша копоть вот эта, ваши какие-то там крестные знамения, там обмахивание мух. Мне это ничего не нужно, потому что все и так мое. И свечками я не питаюсь, и огоньком этим не греюсь. Но мне нужно твое сердце, чтобы оно стало истинным, чтобы тебя привести к покаянию, к истинной радости. Твоей жизни. Мне вот сейчас, пока вы говорили, пример вспомнился из жития преподобного Сергия Радонежского. Это к вопросу о патриотизме и соотнесении церкви и государства. Значит, вот избрание Дмитрия Донского на московский престол. И Новгород, как всегда, вели наш великий революционер. Вот. Новгород не захотел подчиниться. И что делает Сергий Радонежский? Он едет в Новгород и собирает антиминсы всех церквей. И говорит, пока не признаете власть Дмитрия, литургию совершать не будете. Вот в этой связи, о чем мне думается? И мне кажется, что в этой передаче, чтобы сейчас не смешивать одно с другим, мы это, наверное, в следующей нашей передаче, при следующей встрече, обсудим, когда будем обсуждать уранополитизм, небесное гражданство и так далее. Мне кажется, здесь очень важный посыл для того, чтобы понять вообще все-таки точку зрения церкви на патриотизм и на ту роль, которую все-таки церковь в государстве играет. Потому что церковь — это, получается, общество в обществе. Несмотря на то, что нас как бы от мира избрали, видимым образом мы в этом мире как бы все равно остаемся, и нам хотим мы того или не хотим, но нужно сосуществовать, налаживать коммуникации, коммуникативные связи, развивать и так далее, и так далее. Потому что, опять же, если бы Христос сказал именно в этом ключе, ну, уже бы мы бы не дожили с вами, мы бы с вами не разговаривали как христиане, потому что уже в первые века апостольская община бы окончательно замкнулась, стиснулась там где-то, ну и, может быть, так вот она потихонечку и бы и вымерла, если речь идет именно о том, что никаких связей с миром быть не должно. Так вот, случай вот с преподобным, мне кажется, показывает нам очень важную вещь. В молитве «Отче наш» мы молимся к Богу, обращаемся, пусть твоя власть будет такой же на земле, как и на небе. То есть, опять же, нам указывается, что на земле и земля должна быть, да, и на земле какая-то жизнь должна быть. И, может быть, недаром мы, кстати говоря, называем нашу, ну, любую страну отечеством, отчизной. Мы-то думаем, что это про наших отцов, наших предков, род наш, который стоит за нами. А для христиан это ведь отсылка к Отцу Небесному. Отечество, которое тебе дал Отец. Вот, да, промыслом каким-то. То есть, взял он тебя и определил вот в это место. Мы не выбираем, где рождаться, в какой семье, от каких родителей. Мы не выбираем, в какой стране рождаться. Есть определенная заданность Господом Богом. И вот, вот мне кажется, что христианин-то как раз вот именно этой гармонии должен дорожить, чтобы власть Бога была такой же здесь, на земле, как на небе. А на небе какая она? А на небе она гармоничная, на небе она без войн, на небе она по послушанию Отцу. И вот тут вот как раз мы понимаем, что сделал на самом деле преподобный. То есть, он просто пошел и собрал. Потому что, причем здесь служение литургии, как высшее благо для христианина и Дмитрия Донской на московском престоле. А это нарушение гармонии. Ты нарушаешь, собственно, вот ту самую гармонию, о которой ты просишь каждый день в молитве Отче наш. Пусть будет власть на земле, как на небе. Тебе Господь поставляет вот этого человека. Либо это происходит по промыслу, либо это происходит по попущению. Когда ты этому противишься, происходит разлад вот этой самой гармонии. Можно ли в этом состоянии совершать литургию, о которой мы тоже как-то с вами говорили? Потому что в данной ситуации идет отсылка к евангельскому тексту. Если ты принес жертву ко храму и вспомнил, что брат твой имеет на тебя худое, то отложи свою жертву, то, о чем как раз и вы сейчас говорили, вспоминая Ветхий Завет, и иди прежде примирись с братом твоим. Литургия такая неугодна. И на самом деле преподобный защищает не столько Дмитрия Донского, сколько сам, во-первых, гармоничный строй жизни и жизнь тех людей, которые литургию готовы совершать в таком умонастроении. Вражды, неприязни. И жизнь тех людей, которые бы погибли в случае с военным конфликтом между Новгородом. Потому что все-таки преподобный Сергий, он был великим, святым. И Господь ему очень многое открывал. Вот мне, пока вы рассказывали, такие строки Писания пришли, когда Христос говорит, оставьте, не может человек, не оставьте его, не может человек что-либо делать, если ему не дано будет свыше. То есть я, ну вот, предположим, какой-нибудь игумен приехал из Нижнего Новгорода и собрал все антиминсы у нас тут в Самарской, в Самаре, например, даже. А кто ему отдаст? Ну то есть это, если он смог это сделать, люди просто не могли этому противиться. Они понимали, что этого человека послал Бог, чтобы он это сделал, и они ему не могут сказать, что нет. Извини, ты вообще не с нашей епархии, не с нашей митрополии. Как ты можешь у нас забирать антиминс? Как мы будем... Наверное, надо для телевизорителей уточнить, что антиминс — это специальный платно, лежащий на престоле, без которого не может совершаться божественной литургии. Да, то есть если он это сделал по промыслу Божию, по повелению Божию, то Господь ему дал определенную эту власть, чтобы он это сделал, остановив вот это бессмысленное, возможно, кровопролитие, предвидя то, какое будет кровопролитие потом, позже, при битве Дмитрия Донского с полчищами татар-монгольскими. То есть, ну, да, вот... Опять взаимодействие, да, мы видим, как, с одной стороны, небесный град наш входит, да, в плоть этого мира, и мы видим, что один человек может предотвратить какое-то кровавое кровопролитие, пусть даже ценой там неслужения литургии какое-то время. А с другой стороны, мы видим, да, мы видим тут в действиях преподобного Сергия Радонежского мы видим заботу об Отечестве, заботу о тех людях. Мы видим как раз, ну, вот этот социальный момент, который все равно есть в церкви. То есть, грех — это ограничить церковь только этой функцией социальной. Но если мы только одной функцией не ограничим, то, что мы в прошлой программе начнем... Если у нас оба полюса, вот чтобы ушел ток, нужно два полюса — плюс и минус. Любая ограниченность, любая замкнутость, она один из полюсов отсекает, потому что не может быть и так, нельзя... То есть, если говорит апостол, не любите мира, значит, надо не любить. А это, значит, любовь к миру мы отсекаем. Все, остается только заряд. Он никуда не будет двигать ток. Но если мы второй полюс оставляем, что Бог возлюбил этот мир, то между этими двумя полюсами возникает некое поле напряжения, которое является, ну, своего рода проводником, каким-то двигателем. Человек понимает, что... И это я имею в виду. Это, например, святые отцы, святая аскетическая литература выражает эту идею так. Держи свой ум в аде и не отчаивайся. То есть, опять, это два противоположных понятия. Потому что ад — это абсолютное отчаяние. А не отчаяние — это как бы уже не ад. Но одновременно оба полюса как бы в сознании, если присутствуют, то ты имеешь возможность движения. Ну и плюс, мне кажется, это задавание определенного вектора, во-первых, к этой середине, по которой человек должен двигаться. А во-вторых, это вектор, который предполагает и обуславливает человеческое мировоззрение, чтобы Господу Богу-то со счетов не списывать. Потому что на самом деле, как только мы начинаем отсекать, как только мы от одного или от другого... Это превращается ересь. Часть, избрание. Несколько даже ересь, сколько здесь исчезает вообще Господь. Я пытаюсь эту ситуацию решить. Ну как секта, часть, выйдет. И не случайно еще, может быть, если есть секунды, то... Да, секунда. В Ветхом Завете Господь являлся между крыльями Херувима. И это было то пространство, где являлся Бог. Вот, видимо, это что-то из этого. То есть, некое пространство смысловое с разными полями, именно в котором может явиться Бог. Ну вот и на этой ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие телезрители, что были вместе с нами. Напомню, что в следующий вторник мы встретимся вновь для того, чтобы этот диалог, ну, каким-то образом закольцевать, подытожить и подвести к какому-то знаменателю. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова